6 июня 1992 года. Заседание третьей сессии Верховного Совета Хакасии длится уже почти неделю. Именно в этот день народные избранники приняли закон о гербе и флаге Новой Сибирской Республики. А дальше предстояла серьезная и кропотливая работа конкурсной комиссии, которую тогда возглавил председатель Комитета по экономической политике Владислав Михайлович Торосов. Это уникальное интервью с Владиславом Михайловичем мы записали в феврале 2017 года. Сразу был предложен флаг красно-зеленой полотнищи. Красный шел по традиции Советского Союза с каждой стороны. А зеленая – это было предложено, что, так сказать, зеленая – это свет Сибири. Ну и все так, без особых дискуссий, сначала принялись, зацепились за это. А потом, когда начали работать более обстоятельно, вышли, когда на геральдический совет страны, вот там нам, так сказать, нас серьезно начали поправлять. Ситуация сложилась непростая. Изначальный вариант флага, российский триколор с зеленой полосой и солярным знаком у древка, в центре не одобрили. Москва сослалась на то, что регионы не могут дублировать госсимвол страны. Тем не менее, спорный флаг долго реял над республикой. Несколько новых эскизов вызвали дискуссии и были отвергнуты. Лишь в 2003-м Хакайские парламентарии и Геральдический совет при президенте России пришли к компромиссию. Поменяли местами полосы на триколории. Неизменно с тех времен осталась зеленая перпендикулярная полоса, символизирует богатую природу Сибири и солярный знак. Еще сложнее дела обстояли с Гербом. К изображению на нем вопросы возникли не только у столичной комиссии, но и у простых жителей Хакасии. Когда Герб в увеличенном размере, так сказать, начали подаваться, допустим, в театре, огромное на сцене было полотнище такое с Гербом. И все выдавали вызывание, а что там разглядывает у тебя под хвостом этот Марс. Ну и удивление вызывало и у туристов, почему скрученные, почему в виде спирали. И вот тогда мы подумали, покопали, посмотрели, да, действительно неудачный Герб. Но разве Хакасия не заслужила достойного Герба? И на призыв депутатов откликнулись десятки представителей местной интеллигенции. Художники, общественные и научные деятели. Сегодня многочисленные варианты эскизов хранятся в Краеведческом музее. Так, к примеру, наш Герб мог украшать Орел, парящий под солнцем, и Мингир с высеченным на нем Барсом. А ветви Березы вполне могли заменить колосья. Что не подлежало у нас все изменения, это был Барс, фигура Барса. Как-то признанный сразу был всеми, и населением, и Гераллический наш совет, комиссия Гераллическая. Потом мы дошлифовывали только его уже. В новом тысячелетии современный флаг Иерп Хакасии побывали практически на всех континентах. Вместе с артистами, спортсменами, политиками, учеными, промышленниками, студентами, всеми, кто представляет нашу республику в других городах и странах. Есть еще и третий главный символ – гимн Хакасии. Но его рождение достойно отдельного рассказа.